С нами на связи Юрий Соболевский, первый заместитель председателя Херсонского областного совета. На продолжение темы, как Украина восстанавливается, несмотря на постоянные атаки со стороны государства-террориста. Юрий, здравствуйте, рада вам в нашем эфире. Привет, пожалуйста. Вы знаете, я бы начал, единственное что, с вашего позволения, не с темы восстановления непосредственно Украины, города Херсон и Херсонской области после деоккупации региона. А с оценки британского министерства обороны, буквально вот только что, выдали в своем твиттер информацию, в том числе и о Херсоне. Если подытожить, написали представители министерства обороны о том, что Российская Федерация продолжает обстреливать Херсон. Но непонятно зачем, если сделать такой короткий итог, собственно, твита от министерства обороны Великобритании. Вы, как представители местной власти, законные представители, а не тот, который там молевали себе в Кремле, можете ли объяснить и нашим зрителям, собственно, и что херсонцы об этом думают? Зачем Российская Федерация продолжает настолько сильно обстреливать украинский город? Ну, позиция местного населения по поводу непрекращающегося террора, ее сложно цензурными словами описать. Большинство наших людей просто отправляет оккупантов за курсом русского военного корабля, и это единственную реакцию, которую они могут получить от наших людей. На самом деле, с каждым обстрелом ненависть к оккупантам, ненависть к Российской Федерации только увеличивается. Что касается целей этих постоянных обстрелов, знаете, мое мнение, здесь Российская Федерация просто применяет тактику классической террористической организации. Им нужно максимальное разрушение гражданской инфраструктуры, жилых домов, им нужно как можно больше жертв, для того, чтобы это был как можно больше резонанс. И таким образом они рассчитывают, что они, возможно, смогут как-то запугать население, сломать волю к победе, волю к борьбе. Ну, с нами это не работает. Другое дело, они продолжают жить, знаете, в своей реальности, то есть они считают, что действительно вот такая тактика, она, возможно, для них оправдана, и какие-то результаты они от этого получат. Они бьют у нас не по военным целям, они бьют вот по больницам, по ДСНС, по учебным учреждениям, по культурным учреждениям и просто по жилым домам. То есть это чистый террор. Ну, если мы будем говорить о том, что можно делать уже здесь и сейчас, потому что, ну, учитывая то внимание и те финансы, которые уже планируют выделяться, нужно, наверное, на перспективу уже готовиться сейчас, что с ними делать. Вот я добавлю информацию, Кабмин оценил экстренное восстановление Украины в 2023 году в 17 миллиардов долларов. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время выступления по видеосвязи на бизнес-форуме по быстрому восстановлению Украины в Люксембурге. А далее он сказал, мы ожидаем, что мир продолжит демонстрировать высокую поддержку, выразив надежду, что созданная на минувшей неделе координационная платформа доноров сыграет важную роль в привлечении этих 17 миллиардов, помимо финансирования дефицита госбюджета, на 38 миллиардов долларов. Чтобы эту историю сократить, мы прекрасно понимаем, что для целесообразного использования этих денег не стоит говорить о том, что нужно все, что разрушено, все восстановить. Тут нужно строить новый план, все, что не нужно было забыть и построить новое, современное, энергоэффективное и применимое к современной жизни. Есть ли сейчас возможность такие планы составлять? Можно ли надеяться на эти деньги уже сейчас вот в вашем, например, подпорядкованном? Непосредственно в регионе. Да, да, да. И что это может быть, учитывая постоянные обстрелы, которые продолжаются? Что касается нашего региона, нашей деоккупированной части нашей области, то сейчас основные усилия по восстановлению, на самом деле эта работа делается каждый день. Это объекты критической инфраструктуры, это наша медицина, это наши спасатели, это наши транспортные коммуникации, там, где это необходимо, просто жизненно необходимо. Потому что у нас и мосты были взорваны, и речь не о мостах глобальных через Днепр, только Кантоновский мост. Вот эта работа, она и так не выполняется. Другое дело, что, конечно, здесь администрация ограничена и в ресурсах, и нужно учитывать, что предприятия критической инфраструктуры, они преимущественно уже частные, и взаимодействие с ними может осуществляться достаточно узко. Там, с нашей стороны, максимальное содействие, конечно, оказывается, но мы не можем, ну, скажем так, мы ограничены в воздействии на эти предприятия, потому что это все-таки частный сектор. Речь об облэнерго, об облгазе. Что касается восстановления населенных пунктов уже после победы Украины, то да, у нас, конечно, катастрофические объемы разрушений, у нас титанических усилий потребует разминирования нашей территории, потому что у нас несчастье, у нас каждую неделю у нас жертвы именно от мин. У нас вчера тоже мы потеряли человека в музыковской громаде, в лесопосадке человек наступил на мин. Полностью с вами соглашусь, что нет никакой необходимости, ни здравого смысла, ни логики в том, чтобы восстанавливать абсолютно все, что было разрушено. Там, где у нас были малокомплектные учреждения, в том числе и учебные на самом деле, то не имеет смысла восстанавливать каждую из разрушенных вот таких вот учреждений. Имеет смысл создавать их там, где они действительно будут нужны, делать их современными, делать их безопасными и организовывать нормальный подвоз, если на примере учебных учреждений, подвоз просто детей в это учреждение. И там будет и нормальный учебный процесс, нормальная социализация для детей и современные безопасные условия для них. Точно такой же подход на самом деле к медицинским учреждениям. Есть нормы покрытия. Естественно, вот план восстановления этой сети, он должен полностью соответствовать по доступности медицинских услуг для нашего населения. Но каждое из медучреждений, которое было разрушено, тоже нет целесообразности полностью восстанавливать. Потому что все-таки это еще и образовательная сеть, медицинская сеть и все остальные, они все-таки еще по старым стандартам не все было реформировано. И мы уже должны учитывать, что у нас и прошла децентрализация. И уже с учетом интереса, приоритета интереса громад, мы должны восстанавливать эту структуру. Юрий, в одном из интервью региональном СМИ вы говорили о том, что в некоторых селах не осталось вообще ни одного жилого дома. А тогда вообще восстает вопрос циничный, но, к сожалению, о целесообразности восстановления целых сел. Правильно ли я понимаю, что вследствие атаки России против Украины в Херсонской области, некоторые села украинские, они буквально будут стерты с лица земли, уже стерты. И восстанавливать их нет смысла, и в принципе и финансов так же. Цинично звучит, но как есть, у нас минутка буквально. Это болезненно, да. Вопрос я кратко. Да, есть населенные пункты, где степень разрушения 60-80%, там уже ничего нет. Там не осталось практически ни одного целого дома, там нет школы, там нет административных зданий целых, нет медицинских учреждений, все разбито, разграблено. Но там это нужно будет уже обговаривать с громадой, это нужно будет разговаривать с людьми и предлагать альтернативы. То, что восстанавливать, нет смысла в старом виде, но я согласен на тысячу процентов. Как бы может быть, это не было, знаете, непопулярно, но мы должны все-таки двигаться в будущее. И мы должны действительно эффективно использовать и прозрачно те ресурсы, которые будем иметь для восстановления. И это крайне важно, в первую очередь, взаимоотношения с людьми. На самом деле они тоже должны видеть логику во всех наших действиях. Тогда будет и доверие, и тогда будет нормальное взаимодействие. Другому не скажешь, Юрий. Вам спасибо огромное. Юрий Соболевский был с нами на связи. Напомню, первый заместитель председателя Херсонского облсовета. Продолжение следует...